Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Черногории, в городе Бар. Сейчас хочу зайти HDL, LC Vakiki, Techno Max. Ну, вернее, HDL, наверное, что-то куплю попить, а то немножечко вам покажу. Представляете, последний раз я была здесь, и что-то я не помню этой стройки. Может, она и была, просто заграждение. Открыли, и теперь видно уже конкретно. Кстати, у нас должен открываться HDL большой. То есть, там будут разные марки. Я думаю, тот же LC Vakiki, ну, и другие, те, что есть в Подгорице, у нас нет. Только я не помню, где, честно. Ну, в баре, но только где именно место, не знаю. Так, вот это у нас, наверное, единственный бургеркин в городе. HDL. В принципе, здесь есть товары, которые дешевле есть и подороже, поэтому нужно сравнивать. LC Vakiki. Мы когда-то с вами заходили, немножко покажу. Ну, и Tecno Max зайду с самого начала, потому что меня интересует Power Bank. У меня его есть, но он еще не заряжает. То есть, это точно еще нет. И вот, смотрите, сколько места для того, чтобы поставить машину. Вуаля. Вот, католическая церковь, чтобы вам было легче ориентироваться к дему. Вот это Tecno Max, я понимаю. Это не то, что в Подгорице мега Tecno Max, а там практически ничего нет. Тут нормально, большая территория. Только я даже не знаю, где Power Bank искать. Смотрите, здесь на 20 30 евро. Здесь на 10 28 евро. Вообще обалдели. Но он в два раза тяжелый, но неудобно. И мне сказали, вот эти штыречки тоже ненадежные. Я реально хочу купить 450 евро. Та-дам! Понимаете, да? Ну, то есть, вот этот, я не сказала, что сильно под горку будет тянуть, но у меня небольшая горка, он потянет. 654, 850, 1321, 887, 943. Вот такие цены. Обалдеть. Юля Пиш, Карусу. Техника. Плиты, кстати, плиту я здесь покупала. Вот она. Холодильники. Стиралка, я не помню, или есть. Плиты такие. О, краны. Она всюду посмотрела, краны, а здесь не смотрю. Что-то я не подумала, что они здесь есть. 303 евро кран. Скажите мне, пожалуйста, что должен делать кран за 300 евро? 270. Просто белый, да? Вот поэтому 170. Может, там какая-то вода с под... Не, не с золотом течет. Ну, что за цены, ребята? Почему так дорого? Просто в отлете 160 кран. Реально. Обалдеть. Я просто офигеваю. Нет, тут вы еще... 45 это дорого. 40. Вернее. А тут Юля посмотрела краны, успокоилась, да? Угу. Понятно. 57, наверное, самый дешевый. На базаре 25. Но я не знаю, ли он нормальный. Герногорский. Платье будет халлиным. 18 евро. Вот такие счастья. Кстати, оно синтетическое. Такое качество... Такое качество... Качество не очень. Вот это... Пошив, я не очень понимаю вот эти схватки здесь. 30 евро. Сако. Сако. Это пиджак, что ли? Вчера учили одежду, как будет по-черногорски. А Юля не выучила урок. Сегодня не повторила. Ну, панталон так и будет. Панталон это... 25 евро тоже. Качество такое будет парить. Прослуг. Прослуг. Это, наверное, жилетка. Вот это мы не учили. Футболочка. 9 евро. Прослуг так и не знаю сколько. Сейчас скажу вам. Ну, такое, конечно. 20 евро, а было 40. Штанишки. 15 евро. 12. Короче, 13 евро платьишко. Вот панталоны. Од. Начинаю с... 99. Короче, 10 евро. 10 евро, ну да. Такая накидочка 10 евро. Штаны 11 евро. Ну да, полностью обновление. Но я вам скажу, что в китайском магазине неплохие платья. Я сейчас смотрю на вот эту расцветку. Вот это непонятно, что прошито. И я понимаю, что в китайском магазине даже ничего так там было. Ну, это теплое вообще 17 евро. Просто, к сожалению... А, извините. Я показываю на украинском канале. 25. 99. Недалеко от нашего ЦУМа есть китайский магазин. И вот там, в принципе, много платьев было. Девочки так активно смотрели. Ну, не разрешили снимать. 9 евро. Вот такая красота. От 7 евро маяцца. Кстати, маяцца – это не майка, это футболка означает. Маяцца немножко по-другому там они говорят. Это футболка. Может быть, маяцца, но там что-то ещё дописывают. Вот такая ветровочка. Раночка. Ну, такая сумочка, видите, маленькая. 10 евро. Начиная от 10. А обувь ничего не начинает. Надо подходить, смотреть. 9 евро. Пока что только 9 вижу. Кроссовки – 20 евро. 18. 10. Тапочки. Магазин – это мужской отдел. То есть, смотрю, шорты начинают от 11 евро. Футболки от 7 евро. Кстати, носки – чарапе. По-турецки – чарап. Начинают от 5 евро. Ну, тут, видите, не одна пара. Здесь, наверное, 10 даже. Сколько написано? Патик. Патик чарап. Короче, много. Так вам вам считать. Ну, тёплая, не летняя. Пошёл в детский отдел. То есть, всё на одном этаже. Очень удобно. Не надо бегать по этажам. Это, поверьте, классно. Ты даже, если что-то забыл, проходишь. Ой, вспомнил, это точно не взял. А этажи – это уже. Ой, ну нет, на третий не пойду. Всё. Забыли. 20 евро. Вот такой спортивный костюм. Шорт севи. Шорты, что ли? Что-то я забыла. По-моему, шорт тоже было. Так. И вот такое яркое всё. По 11 евро, по 10, по 7. Футболочки идут по 5 даже евро. Штаны по 12. Жамы – 8 евро. Нижнее бельё – 6 евро. Это 5 трусов вместе. Ну, то есть, чуть-чуть больше, чем 1 евро. Обуча. Обуча. Короче, не знаю, куда ударение правильно. Извините. Ну, вот сверху черточка над «С» – это будут «Чи». По 5 евро сандалички. По какие-то тапочки для девочки – 9 евро. 9 евро кроссовки. Начиная, да, от шлюпки – 9 евро. Ничего, всё, что-то дорого-то. 10, 11. Да, Лен, начиная от 12 евро. Так и есть 15. Ничего себе, 15 евро. А в магазине, те, что мне понравились, по-моему, 30. Два раза, ну, Юля. Не, не кожаные, кстати. Нет. Если бы кожаные, я бы сразу купила. Здесь кожаные по 230, знаете. Так, для мальчиков спортивные костюмы, футболочки. Ну, то есть, лсивые кеки, в принципе. Тот же, как сказать. Я не скажу, что точно такой же, что в Анталии. Я не могу знать, что в Турции, не выпускают, что на заграницу. Но, насколько я смотрю, в принципе, сильное отличие. Кошуля. Кошуля. Это будет рубашка. Очень интересно. Если неправильно считать, то вообще кусуля выходит. Ну, шапочку забывать надо оставить. Ну, такая спортивная форма, 13 евро. Каскетти. Это водокепка. По 6 евро, по 5, по 4,50. Каскетти. Мальчиков пиджамы. Тоже 9 евро. Трусишки. 9 евро. Это сколько? 2, 3. Кошуля. Это моя косуля. 10 евро. Мы вчера так смеялись. Как раз вчера был этот урок. Юля, можно было сегодня подучить, да? Чтобы раз, и ты уже всё знаешь. Это курточка означает 10 евро. Ну, вот у них это тоже курточка. Мы бы назвали это рубашкой. А они вот, якне, это курточка. Алина. Это платье. А юбка будет сукня. На украинском языке сукня – это платье. Немножко можно перепутать. По 13 евро. Такие платьишко. Ну, кстати, неплохое качество. Тут 15 евро. Вот это даже не чёток. Оно простое. Правда, плотное, но простое. Не синтетика. То есть, возможно, можно что-то найти. Единственное, что говорю. Немножко испортилось качество самого сива кики. Брусхалтери. А мы не учили на уроке. Брусхалтери. Бизгалтери. Да, похоже, резвик похож. Но если быстро начинать разговаривать, то тяжело догадаться. А медленно – да. Мьес идти. От нуля до трёх. По 10 евро. Пошмите. Сочи. Сочи. Тёте. Тёте льги великан. Тёте льги великан. Тёте льги великан. Тёте льги великан. 5 евро. Юля, если тебя исправлять, то тебе начинай с русского надо исправлять. Думаю, тут там, конечно, комментарии. Знаешь, сколько? 5 евро. 5 евро лечит. Красота. Красота. 5 Юля получила. Потом, значит, множишь нас в валюту. И думаешь, нет, это не красота. Нет, думаю, что это даже нормально. Для Черногории. Здесь размеры 2XL, 3XL. Последнее, то, что осталось. Вот, можете посмотреть. Я думаю, это на скидках. Ну, куда... Вот, мне скажите, куда вот в таком идти? Куда? Рыбу ловить? Куда ты в таком пойдешь? На пляже? Так ты загоришь эту дырочку. А на улице все, штраф уже. Ну, правда, пока только в Тивоте. От 20 до 1000 евро штраф, если пойдешь в купальники. Я, кстати, не шутила. Мне кто-то спрашивает. Юль, ну, ты же пошутила, да? Вот у меня была шутка. Так нет, я бы не придумала такое. Вы что? 1000 евро штраф, что я забыла. Я пошла в купальнике печенюшку покупать. Нет, это все правда. Мушкарцы. Это мужчины, мушкарцы. Такие мушки, мушечки такие. Юля, почему мушки сразу? Ну, это муша. Хочется, да, немножечко унизить мужчин? Да, не хочется. Ну, такое слово. Я шучу, мужчины. Я вас уважаю. Вы молодцы. Когда спите. С зубами к себе. Мужчины, шутка. Я все время шучу. Вы не обижайтесь. Будете больше писать комментарии, я буду добрее. Все равно саку. Что такое саку? Интересно. Кажи, Юля, ты напишешь, ты сразу в ответ пишешь. Ну, а что же делать? Надо же переписываться. Короче, 10 евро такая футболочка. Знаете, немножечко мне похоже на полотенце. Нет? Я даже не знаю, что после стирки с этим будет. Юля, вот как с полотенцем, так и с этим будет. Не маленькие лси вайтики. Есть что посмотреть. Единственное, что... Не набирайте сразу много. Возьмите одно. Постирайте его и посмотрите, как оно себя ведет. Если вам понравится, тогда львите и остальное. Смотрите, какие красивые горы. Вообще обалдеть. Просто тень как падает. И здесь тоже солнышко заходит. Сейчас нужно быть на море. Смотрите, как заходит солнышко. Юля, что ты стоишь? Я все время думаю, что я должна их пропустить. А тут надо идти сразу. Кстати, в Подгорице могут и не пропустить. Поэтому аккуратно. В баре всегда пропускают. Я выхожу на переходы. И сбили. Юля показала. Смотрите на эту красоту. На эту пумпусечку. Издалека немножко как искусственные. Мне кажется, мы с вами шли осенью. И тоже они были здесь. Да, Юля. И в декабре, и в ноябре все время были. Видите, как много так красиво. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписки, комментарии. Желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости. Целую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.